Дорогие друзья, приветствуем в духовном завтраке. И начну сразу с местописания. Это Псалом 118, Здесь написано, я сведущ более старцы, ибо повеления твои храню. Я вижу, что здесь Псалмопевец говорит, что он знает больше, чем старцы, только потому что исполняю, хранит повеления Господь. А я увидел в этом стихе, что мы растем духовно тогда, когда мы исполняем Божью волю, исполняем Его повеление. Мы не становимся духовно зрелыми от того, что много читаем, много изучаем, хотя это важно, это необходимо для нас, для саморазвития. Это нужно нам делать, это необходимо. Но мы становимся духовно зрелыми, когда исполняем повеление Господне. И знаете, он нам говорит, часто говорит, через обстоятельства, через ситуации, через братьев, через сестер, через проповедь пастора, через священное писание. Он говорит нам. Знаете, вот мы здесь недавно смотрели фильм такой, «Дорога отчаяния» называется, там снимается Мэл Гибсон, и там такая ситуация. В общем, встречаются два человека, которые когда-то сделали друг другу больно. Они сделали это не хотя, не специально, это просто как-то сложились такие жизненные обстоятельства, которые сделали, в общем, больно. И когда они встретились, они говорят, что Господь нас соединил для того, чтобы мы простили друг друга. И мне понравилось то, что они в этой встрече рассмотрели Божье повеление. И они исполнили это, они простили друг друга. И они, знаете, это для них был такой шаг вперед. В отношениях они продвинулись очень сильно. И Бог нам часто говорит. И я предлагаю вот, что сделать сегодня утром. Я предлагаю, чтобы каждый из нас в личной молитве, может быть, в совместной молитве с кем-то, обратились к Богу лично. И попросили Бога, чтобы Господь сказал в нашей жизни, дал какое-то повеление. Прямо так вот, что Господи, скажи, что я могу сделать, чтобы исполнилась Твоя молитва. Может, что-то нужно сделать для ближнего, для семьи, для служения, для церкви. И я верю, что Бог скажет. И после этой молитвы нужно быть внимательным, искать Его лица, искать Его Слово в Писании, в общении с братьями, с сестрами, в обстоятельствах каких-то, в проповеди пастора. И Он обязательно скажет. Но Он это скажет только для того, чтобы мы исполнили и стали более зрелыми людьми. Пусть Господь благословит каждого из вас. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения и плодотворного дня. Аминь.